ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сигур, это ситуация неплакута, но я думаю, что вся команда проходит сейчас через трудные, тяжелые времена. Такие времена наступают даже у самых великих клубов. Пройти это можно только через положительный результат. Хорошо, что у нас игры постоянно. Только через хорошие отношения к игре, через работу, через труд и через положительные результаты все команды вылазят из таких ситуаций. Мы не исключение, мы предпримем все усилия, которые можем для того, чтобы исправить ситуацию. О важности завтрашней игры говорить можно по-разному. Единственное, что Кубань, добившись права участия в групповом этапе Лиги Европы, не может серьезно не относиться к таким играм, к таким матчам, как матч с Валентией. Естественно, и тренерский штаб, и команда понимают важность этой игры. Но сразу после этой игры предстоит серьезный матч в чемпионате против Ростова, где позиция наша в чемпионате не устраивает никого, ни команду, ни зрителей наверняка. Поэтому, скорее всего, матч с Ростовым тоже является ключевым в этом плане, где нужно обязательно добывать три очка и поправлять свою ситуацию в турнирах к обе. А разница между Валенцией, которой он был и которой сейчас, она, в принципе, не такая большая, потому что многие футболисты остались. И, естественно, кто-то поменялся, появились новые футболисты, но как клуб с большим именем всегда он должен обновляться. И поэтому он думает, что это большой клуб, и очень многих футболистов он очень хорошо знает, с которыми играл. И для него была честь играть в Валенции эти три года, с которыми играл там. И если у игроков с игроками есть проблемы, то... Всегда, когда клуб проигрывает, скрываются какие-то слухи, какие-то отрицательные вещи. Но посмотрите сейчас на чемпионат. Валенция выиграла три подряд матча в Испании. И сейчас нет проблем ни с тренером, ни с игроками. Мне кажется, что это показывает класс клуба и класс тренера. И мы начинаем микро19 readilyücklich. Субтитры создавал DimaTorzok в filled